Я болельщик Спартака с 1944 года. Мне было 8 лет. Я родился в 1936 году. И вот с тех пор болею за Спартак. Первый раз я попал на Спартак. Игра была на кубок в 1946 году. Финал кубка. Играли с березским Динамо. Здесь, в Москве? В Москве, в Москве, да. Ну и вот. И я, соответственно, был на мачте. Мы 3-2 выиграли. Погода была, конечно, отвратительная. Дождь со снегом. Ну, первый раз на футбол. А стадион какой был? Стадион Динамо. На Динамо, да. Да, лыжников еще не было. Ну, а в Москве я родился на Мытной улице. Да, да. Родился и жил до 1962 года. Ну, и вот. Ну, мы их оббегали на стадион Красного Пролетария. У нас рядом был. Там, по-моему, играл Анатолий Исаев. Ну, мы тоже играли. Там у нас за мальчиков там бегал, играл. Ну, а во время войны, когда он был там закрыт, там стояли зенитки, как везде, да. У нас напротив была больница Морозовская. Ну, вот там мы футбол гоняли. Пацанами маленькими. Так что, вот, ведь так. И вот с тех пор, до сегодняшнего дня, Спартаку никогда не изменял. И сейчас ходите на матчи? Ну, обязательно матчи не пропускаем. Слава Богу, нам Федун бесплатные абонементы выдает. Очень приятно. Хотя бы в этом отношении, чтобы... Хоть мы его и ненавидим, если честно говоря. Зато сейчас карьерой как по-свински поступили. Понятно. А вот на данном этапе в команде у вас есть, как бы, ну, любимый игрок? Или, как бы, кого бы вы могли выделить в команде? Ну, что... Да есть у нас там игрок. Забнин, очень мне нравится. Могу сказать, кого ненавижу. Можете тоже сказать. Как бы, есть и... Если людям нравится кто-то... Ну, он мне, в общем-то, нравился. Но как он поступил? Глушаков. Глушаков и вся вот эта компания его. Понятно. Так что, конечно, зря они его не выгнали, Глушакова. Это все зависит от руководства команды «Спартака». Понятно. Друзья, передача там...